В Красногорске завершилась третья волна дорожного ремонта. В отличие от первой и второй очередей, третья была полностью выполнена на средства муниципального бюджета. Затраты составили порядка 30 миллионов рублей. Всего же в ходе ремонтной кампании обновили 76 дорог и улиц. 380 метров длиной около 1000 тонн металла. Последняя транспортная петля на Красногорской развязке открыта ровно год спустя, как город поехал после запуска съезда на Ильинское шоссе. Завершены работы по основному ходу волоколамки. Общая пропускная способность всей развязки – 162 тысячи автомобилей в сутки. После реконструкции красногорский машиностроитель неузнаваем. Теперь это по сути современный спортивный объект. Две спортивные площадки, беговые дорожки, раздевалки и зона для воркаута. Болельщикам крытая трибуна, рассчитанная на 150 мест. Ожидается, что нагрузка на этот долгожданный спортивный объект составит около 1000 человек в день. В ДК Подмосковья жители Красногорска с ограниченными возможностями здоровья и те, кто им помогает, принимают поздравления и подарки. Так отмечался День инвалидов. В округе проживает 11 443 инвалида, из них 585 – дети, которым помогают в Центре созвездия, начальной школе-саду, детском саду номер 8 и обществах инвалидов. И в продолжение темы приятная новость. В Красногорском обществе инвалидов – новоселье. А это значит, что жители с ограниченными возможностями здоровья обрели новый дом – уютный, комфортный и, главное, просторный. Тренажерный зал с виброплатформой, беговой дорожкой, вело и по тренажерам, изо-студия, игровая комната, актовый зал и кабинет доступной среды. Оборудование закуплено на субсидию, полученную из бюджета муниципалитета и в полном распоряжении любого члена общества. Лучший подарок к Новому году получили шестеро ребят, оставшийся без попечения родителей в виде собственных квартир в деревнях Собурово и Арестово. Счастливых обладателей поздравили Дед Мороз со Снегурочкой и глава округа. Я очень рада, на самом деле, что в нашей стране реализуется такая программа государственная, которая осуществляется при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. И мы, как муниципалитет, тоже прикладываем свою усердие в ресторане для того, чтобы дети, которые в свое время остались в такой сложной жизненной ситуации, рано или поздно получали жилье, которое предусмотрено для них в законодательстве. В Красногорске вручили дипломы лауреатам премии «Наши Подмосковья». Авторы социально значимых проектов активные и неравнодушные в центре внимания. 35 лауреатам вручены дипломы. Больше всего жители округа отметили за волонтерство и благотворительность, прорыв, экология, творчество и духовное наследие. Во второй раз Красногорск чествует Человека года. В номинации «Комфортный город» победила Мария Кулькова. На «Страже Родины» Константин Кольцов. Забота о природе Екатерина Покатилова. Победителями в номинациях волонтер Наталья Усачева и Элеонора Шубина. «Дети и молодежь» Ирина Шишкова и Артем Иванов. Человек культуры и искусства Эдуард Дьяченко и Самир Керимов. Приз зрительских симпатий у Анжелики Проценко. Никита Белянкин – победитель в главной номинации «Поступок», к сожалению, посмертно. Под звуки классической музыки в исполнении камерного оркестра в Красногорске открылось здание, где юные дарования будут осваивать еще один классический вид искусства – балет. Бульвар космонавтов, дом 8А – новый адрес специализированной школы «Вдохновение». Осваивать искусство танца 280 подопечных школы будут в десяти светлых и просторных хореографических залах. Планируется и внедрение интегрированного обучения. Помимо занятий по хореографии, воспитанники смогут получать и знания школьной программы. Для этого в новом здании «Вдохновение» оборудованы учебные классы. Главная елка городского округа Красногорск на центральной площади муниципалитета собрала друзей. После масштабной реконструкции пространства УДК Подмосковья заметно преобразилось. Вместо скучной брусчатки много света, оригинальные скамейки и две тематические зоны для размеренного отдыха и шумных гуляний перед уличной сценой. Январские праздники для красногорцев должны стать незабываемыми. Различные мероприятия пройдут по всему округу. Спектакли, спортивные состязания, уличные представления. Их подготовлено множество. Например, каждый день до 8 января включительно на площади ДК Подмосковья будут проходить концерты местных и приглашенных коллективов, новогодняя ярмарка, дискотеки и гуляния с зимними забавами. Чтобы хорошо работать, нужно хорошо и с пользой отдохнуть. С Новым годом! Ваш КРТВ.